Всем привет! Это Ксения, и сегодня еще одно не лингвистическое, а книжное видео. Я уже рассказала вам про книгу «Медведь в своем репертуаре», а сегодня хочу рассказать вам даже не про какую-то одну конкретную книгу, а про концепт такой, который я открыла благодаря нашему любимому Люку Томпсону и Lux English Podcast. В одном из эпизодов он рассказывал про книги, которые он читал в детстве с братом. И книги эти были очень необычные. В конце каждой страницы ты мог выбирать, куда ты пойдешь дальше. История могла развиваться в совершенно разных направлениях, в зависимости от того, собственно, какой путь ты выбрал. И с тех пор, как я про это услышала, я теперь охочусь за подобными книгами везде, где я только не бываю. И уже собрала небольшую коллекцию, но кое-что у меня есть. Например, у меня есть вот такая книга. Париж, ведьма заколдовала Париж. И она выпустила сказочных героев и всяких других ребят. А тебе нужно решить, тебе нужно ее найти, и, в общем, чтобы она все вернула на место, потому что в Париж творится полный бедлам. И вот уже на этой странице вам предлагается пойти или на страницу десятую, или на страницу восьмую. В этой книге, конкретно в этой книге, здесь всего, здесь один сюжет. Просто если ты ищешь эту ведьму где-то не там, то тебя все время возвращают на несколько шагов назад, и в итоге, как бы, в итоге ты до ведьмы дойдешь. Вот. Тут нужно решать какие-то загадки. Например, вот на этой страничке нужно найти, куда сбежала рысь. Это, в принципе, не связано конкретно с историей, куда сбежала рысь. Это просто... Ну, вот на каждой страничке есть какие-то задания. Все-таки это детская книжка. Вот здесь, например, нужно найти тени от вот этих вот сбежавших горгулей. Ну, а так вот рассказывается, да, история, и тебе предлагается, вот ты пойдешь на эту страницу или на эту? Просто восторг! Мы зачитали уже с детьми до дыр эту книжку. Люк же рассказал, что сейчас такие книги переместились на, по крайней мере, английские, на сайт Text Adventures Co.UK. Там эти книги представлены в таком интерактивном, можно сказать, виде. То есть вы читаете, там даже какие-то, может быть, фотографии есть. И вот вам нужно выбрать. Совершенно разные типы историй. Есть детективные, есть комедийные, есть... В общем, все что угодно. Какие-то детские сказки. Восторг! Мне очень-очень нравится. Здесь, в Португалии, я купила несколько книжек, где одна, она связана с задачами по математике, другая, то есть, да, чтобы вот раз... Пройтись по этой всей истории, вам нужно решать какие-то математические задачи. В других там еще как-то что-то там надо угадывать. Очень интересно. А еще я вспомнила, что у меня была вот такая вот книга. Ее я купила в магазине для изучающих испанский. И, как видите, здесь тоже можно... Вот сколько разных... Три разных финала можно... Может быть, что можно где выбрать. Но, естественно, вы не по этой схеме ориентируетесь, а уже там в каждой главе, после каждой главы вам предлагается выбор. Вот вы сделаете так или вы сделаете так. Очень занятно. Португальские книги, которые я здесь купила... Точнее говоря, книги-то на самом деле английские. Видите? Дэвид Гловер, автор. Вот здесь происходит действие в музее. И как, да, это выглядит? Вот первое задание. Значит, вы это читаете. Воры хотят украсть золотой резерв. Музея... Музея... Загадок. Зовем его так. Значит, если ты думаешь, если ты готов, то единая страница 17. Ищи там вот такой символ. Если ты не готов, то единая страница 15. Допустим, мы готовы. Идем на страницу 17. Какой там символ? Что я им звула, какой символ? Так. Потому что на странице 17 может быть, да, несколько. Так. Вот первое задание. Значит, куда ты пойдешь? Вот ты выбираешь, куда ты пойдешь. В золотой резерв, в средние века, к викингам и так далее. И, короче говоря, ты вот путешествуешь по этой книге. По ходу дела ты решаешь вот всякие задания. Делаешь всякие задания. Ну, в общем, очень-очень интересно. А вот здесь что-то случилось на космической станции. И тоже задания, связанные с математикой. Коды всякие надо расшифровывать. В общем, очень-очень интересно. У этих книг нет какого-то определенного отдельного названия. И в магазине книжном мне в любой стране приходится объяснять, что вот есть у вас такие книги, где ты не знаешь, как будет развиваться сюжет. Еще есть, кстати, вариант такой, когда вы кидаете кубик. Вот в конце какой-то части истории вам предлагается. А теперь киньте кубик. Ну, в зависимости, какое число вам выпадет, вы туда идете или на другую страницу идете. Ну, вот приходится все время объяснять в магазинах. Ну, ничего, ничего. Все всегда очень рады помочь. Так что вот теперь знайте, что есть еще вот такие книги. На сегодня это все. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok